Нет ни абсолютного зла, ни абсолютного добра. Буду жить так, как окружающие. Не буду думать о своей душе. Зачем это все? В нашем обществе действительно многие люди говорят, что примерно так. Возлюбленные Господи, братья и сестры, дорогие друзья, Христос Воскресе! Завершился визит Святейшего Патриарха Московского и Всероссии Кирилла в пределы Элладской Православной Церкви и на Святой Афон. Его святейшество посетил Афины и Солоники, несколько афонских монастырей, имел встречи с блаженнейшим архиепископом Афинским и всей Элладой Иеронимом II, с президентом Греческой Республики Карлосом Папулисом, с премьер-министром этой страны Антонием Самсамаросом, со многими людьми, которые приходили на патриаршие богослужения, в том числе с русскоязычными людьми, включая понтийских греков, то есть выходцев из стран бывшего СССР, принадлежащих греческому народу и живущих сегодня в значительной части на своей исторической родине. Святейший Патриарх встречался с афонскими старцами, общался с большим количеством простых греческих священнослужителей и верующих, и был очень и очень тепло принят. Так исторически всегда принимают в Греции предстоятелей русской церкви, наших иерархов и священнослужителей, и особо тепло принимают Святейшего Патриарха Кирилла, потому что его святейшество в течение многих лет общался, особенно будучи председателем отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, со многими архипасторями, пастырями, мирянами православной Греции. Наши народы очень многое объединяет. Наши народы всегда, даже все годы, когда они были разделены политическими барьерами, поддерживали друг друга, помнили о своем многовековом братстве, помнили о том, что русский народ всегда приходил на помощь греческому, когда греческий народ испытывал те или иные сложности. И сегодня, в период экономического кризиса, наша русская православная церковь поддержала православную ладу сбором средств во многих храмах и монастырях нашей церкви, в помощь тем, кто сегодня переживает нелегкие времена. Эти средства были распределены как на нужды церковного центра, так и на нужды митрополии греческой церкви. И благодарность за эти средства, пусть и небольшие, по сравнению с масштабами экономического бедствия, постигшего Грецию, много раз звучала во время визита святейшего Патриарха в Грецию со стороны как священнослужителей, так и государственных деятелей Эллады. Впрочем, связи народа Эллады и народов, входящих в каноническую юрисдикцию Русской Православной Церкви, это не только связи, обусловленные исторической близостью, общими политическими интересами, экономической взаимопомощью, поддержкой в трудные минуты, связанные с теми или иными политическими или экономическими событиями. Это связи духовные. И связи очень глубокие. Это связи, скрепляемые паломничеством, скрепляемые общей духовной традицией, скрепляемые глубинным взаимопониманием, общим видением мира, связанным с православным мышлением, с православным пониманием происходящих в обществе процессов. Это связи, основанные на общих святых, почитание которых очень живо в обоих церквах. Вот что об этом было сказано святейшим Патриархом во время его выступления на заседании Священного Синода Элладской Православной Церкви. Здесь, святейший Патриарх говорил о Греции, трудились отцы и великие учители Церкви. Отсюда, из этой земли, на север к славянам отправилась миссия святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, которые дали нам азбуку, грамматику и перевели на славянский язык Слово Божие. Именно с этой земли прибыли на Русь такие великие просветители, как братья Лихуды и Максим Грек. В вашей земле почитает святой праведный Иоанн Русский, почитаемый сегодня и эллинами, и русскими. И для православных благочестивых греков продолжил святейший Патриарх также близки имена преподобного Серафима Саровского, блаженной Матроны Московской. Вчера, посещая большую общину панцистских греков и передавая им мощи преподобного Серафима, я видел, с какой радостью они воспринимали эту святыню. Хорошо известен грекам также святитель Лука Симферопольский, великий хирург и одновременно иерарх церкви и святой угодник Божий. Действительно, почитание русских святых в Греции сегодня приобретает достаточно распространенный характер, чего, наверное, сложно было бы сказать о временах даже относительно недавних, о периоде, который имел место 50 лет назад, 100 лет назад. Рассказы о русских святых, о мученичестве русской церкви, о тех испытаниях, через которые ей пришлось пройти и которые она с честью выдержала, выйдя из них победительницей, разносятся по благочестивому греческому народу, расходятся во множестве книг, рассказов, устных и письменных. И вот сегодня очень важно, чтобы и политики, и внешние наблюдатели поняли, насколько это важно для двух народов, даже говорящих на очень отличающихся друг от друга языках, даже живущих во многом в рамках разных культур, даже находящихся в разных регионах Европы, живущих в разном климате, насколько важны на самом деле для таких народов связи, основанные на общей вере. Это связи, которые невозможно разорвать. Это связи, которые задают общую историю, общий вектор развития общества, общий вектор государственности. Неслучайно святейший Патриарх сказал на заседании Священного Синода Илладской Церкви следующие слова. У наших церквей есть много общего. Это связано и с историческим путем, с участием Церкви в борьбе за независимость, становлении государств, с влиянием на образование, культуру нашего народа. Действительно, как илладская, так и русская церковь являются церквами большинства. Церковь во многом определяла, и сейчас определяет национальную идентичность наших народов. И даже сегодня, когда смешиваются культуры, растворяются фундаментальные нравственные ценности в жизни народов, в том числе и европейских, наша Церковь продолжает нести свое апостольское служение, проповедуя ближним и дальним Христа, распятого и воскресшего. Эта миссия Церкви в обществе, эта миссия преображения народов, создания их жизни во всех ее аспектах, всегда была свойственна православию. И мы, русские люди, украинцы, белорусы, молдаване, жители всех стран, сына и дочери всех народов, составляющих историческое и современное сообщество Руси, приняли именно из Оллады, именно из православной и восточной Римской империи то наследие, устроение жизни, которое сегодня является основой нашего национального характера, нашего исторического пути, нашего пути в будущее. Это наследие, эта традиция неразрывно связана с Евангелием Христовым, с тем, что определяет на самом деле жизнь каждого человека, который вырос в православной традиции, впитав ее послание с молоком матери, даже в те годы, когда безбожная идея и государственное богоборчество вроде бы до корня, до конца определяли жизнь людей. Тем не менее, Святая Церковь преодолела любые испытания и восстала, и смогла вновь определять жизнь народов. Вот что об этом было сказано Святейшим Патриархом в храме великомученика Пантелеймона в Афинах. «Мы сообща свидетельствуем», «Мы сообща свидетельствуем», обращался Святейший Патриарх к народу Эллада и к народам Руси, «что нечетно наша вера, нечетно Спаситель ради нас вошел на крест и не сшел до глубин ада. Нечетно святые мученики отдавали свои жизни за Христа, в том числе и совсем недавно, в середине XX века в нашей стране. Мы утверждаем, что для нас, христиан, по-прежнему актуально устроение жизни по законам милосердия и нравственной чистоты. Для нас не существует, не должно существовать частных интересов, которые могли бы затмить наше единство по вере, что в нашем богопочитании для нас главным является не внешнее соблюдение обычаев и обрядов, но внутреннее непрестанное горение духа, что во главу угла мы по-прежнему ставим духовное, а не материальное». Вот это послание в условиях, когда православным народам пытаются объяснить, что им нужно меняться по лекалам других цивилизаций, им нужно ставить во главу угла именно материальное, а не духовное, им нужно забыть о какой-то своей особой миссии в истории, им нужно раствориться в других народах и других миссиях. Вот в этих условиях такие слова, как мне кажется, являются очень воодушевляющими и для переживающего экономические трудности греческого народа, и для переживающих нашествия аморализма и попыток размыть их идентичность народов стран бывшего Советского Союза, а на самом деле исторической Руси. Святейший Патриарх, находясь в Греции, несколько раз поднимал и вопрос о судьбе христианства на Ближнем Востоке, особенно в Сирии, где сегодня радикальные силы, оппонируя нынешнему правительству и преследуя свои политические цели, одновременно поступают чудовищно жестоко по отношению к христианам, разрушая храмы, пленяя иерархов, убивая священников, заставляя многие и многие, сотни тысяч людей, бежать из мест, где христианство веками, утверждалось, где христиане, собственно, и стали впервые так называться, где верующие во Христа сосуществовали многие столетия мирно вместе с мусульманами. И сегодня как греки, так и чадо Русской Православной Церкви стараются, по крайней мере словом, а часто и делом, помогать христианам, находящимся в тяжелейших условиях. Будем надеяться, что и эта часть миссии Святейшего Патриарха повлияет на изменение климата в международных отношениях, на то, чтобы больше внимания уделялось страдающим христианам и их спасению, возможности продолжения их исторического бытия в тех местах, где веками утверждалась Святая Христова Церковь. Будем надеяться, что и в этом непростом трагическом вопросе, и во всех тех процессах, которые сегодня происходят в мире, православные народы будут поддерживать друг друга, будут помнить историю своей взаимной помощи, будут чувствовать себя единым христовым телом, которые не могут разделить никакие ветры века сего. Мы можем начать жить совершенно другой жизнью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова